Я хочу сказать пару слов про один продукт, который производит моя команда. Мы его называем предварительный бюджет или бюджет базовой комплектации. Собственно, весь продукт, который состоит из нескольких разных подпродуктов, мы называем помощь дизайнеру в создании интерьера с хорошим вкусом. То есть все, чему мы посвящаем свою работу, все, что есть плодами нашего труда, это различные элементы помощи. Вот одна из таких помощей – это бюджет базовой комплектации. Представьте себе процесс проектирования. Дизайнер или архитектор, который работает над интерьером, после того, как сделаны планировочные решения и какая-то предварительная визуализация, которая позволяет дизайнеру и заказчику в первом приближении осознать, что они движутся в правильном направлении, что они друг друга поняли, и у них есть интерьерная идея. Тогда, когда они уже собираются подойти к подбору конкретных решений для отделок, предметов, конкретных изделий, немаловажным фактором этого подбора будет являться цена этих изделий. Прежде чем переходить к подбору, мы рекомендуем воспользоваться нашим сервисом и получить так называемый предварительный бюджет. Вы знаете, заказчик часто спрашивает об этом, он говорит, сколько примерно все это может для меня стоить. И зачастую он получает ответ, что-нибудь такое 500 евро на квадратный метр. Вот это вот евро на квадратный метр, нечто настолько усредненное, что на самом деле оставляет тревогу о том, могу ли я себе позволить это купить до самого-самого конечного этапа подбора. Невозможно себе предположить, действительно ли дизайнер настолько продуман, настолько угадал, сколько будет потрачено на квадратный метр, если я знаю, что, скажем, диван может стоить 3000 евро, 5000 евро и 15000 евро. При таких разбросах, и мы понимаем, что покупая отдельный предмет, мы покупаем только элемент интерьера, человеку сложно осознать, что означает евро на квадратный метр. Итак, как мы реализуем эту задачу, как мы отвечаем на эту задачу? Мы делаем полный бюджет, в котором, взяв за основу планировочные решения, мы перечисляем ориентировочные стоимости на каждый интерьерный узел, в первую очередь обращая внимание на ценообразующие узлы. Каждый интерьерный узел, по каждой комнате подсчитано все, и эта матрица заполнена от начала и до конца, в ней может быть 80, 70, 100 строчек. Но в конце концов мы видим цифру. Мы можем разделить ее на квадратный метр и понять, сколько получилось, но заказчику важно, не сколько получилось на квадратный метр, а какие приберные диапазоны цен заложены и какая в конечном итоге получается сумма. Что это дает заказчику и дизайнеру? Прежде чем приступать к подвору конкретных изделий, они утверждают, действительно ли эта сумма возможна к исполнению. Действительно ли заказчик рассчитывает сделать интерьер за эти деньги? Мы можем сделать несколько бюджетов, для того, чтобы понять, сколько можно потратить на одну или другую комнату. В общем, вопрос заключается в том, можем ли мы дать удобный инструмент для того, чтобы в процессе подбора освободить голову заказчика от переживаний, смогу ли я себе это позволить. Сначала утвердить, что я могу себе это позволить, а после этого подбирать все, что есть в ответ на нарисованное. Ассортимент рынков колоссальный. Представляете себе, ну, например, если бы мы покупали автомобиль. Если у вас есть 7000 долларов, то это очень небольшой ассортимент моделей. Если вы хотите потратить 500000 долларов, тоже, кстати, небольшой ассортимент. И если у вас есть 30-40 тысяч долларов, то это огромная линейка. Нам нужно сначала определить, в каком диапазоне по каждому интерьерному узлу мы будем искать свои ответы. Иначе можно запутаться, в конкретных ответах можно запутаться. И за почти 20-летний опыт проектирования я видел десятки раз, как уже изможденный дизайнер с совершенно изможденным заказчиком пересматривает тысячный раз каталоги, так и не могут определиться, потому что у них нет ориентиров, нет опоры. Вот этой опорой является финансовая подоплека, то есть финансовый коридор, внутри которого ведется выбор. Насколько легко выбирать, когда вы точно знаете, что среди обзоров, а вам показывают, что бывает в ответ на нарисованное интерьерное решение, среди обзоров вы не встречаете ничего того, что было бы вам не по карману. Вы выбираете действительно только эстетику и функциональность. Решать одновременно систему эстетика, функциональность, цена абсолютно нереально. Во всяком случае, никогда этого точного решения, никогда хорошего ответа не получится. Продолжение следует...